В конце прошлой недели в редакцию АЛАУ с просьбой о помощи обратилась жительница дома номер 50 по проспекту Коблан-де-Батыра. Женщина рассказала, что несколько месяцев в их доме горячая вода имеет специфический запах. Однако оказалось, что такая проблема не только в этом доме, но и во многих других. К слову, дома, от жителей которых поступали жалобы, относятся к котельной номер 2. Сразу добиться ответа от теплоэнергетической компании нам не удалось. Только после официального запроса мы получили ответ. Как считают коммунальщики, причина неприятного запаха – это застой воды. Сейчас очень много счетчиков. Люди воду льют меньше. Вода застаивается просто в домах. Зачастую дома подключены по тупиковой системе. Тем более, что сети от второй котельной, они довольно-таки старые. Произведены капитальные ремонты по Коблан-де-Батыра, частично заменена магистраль. По словам Вячеслава Плотникова, сотрудники предприятия регулярно проверяют качество воды. После многочисленных жалоб они вновь проверили воду, которая идет от котельной номер 2. Результаты показали, что цвет и запах воды соответствуют всем нормам. То есть, проблема не связана с их предприятием. Вода застаивается в домах, а там ответственность лежит на ПКСК. ПКСК же может устанавливать материалы, которые не могут не соответствовать стандартам, потом быть бэушными. Так, допустим, установка бэушной трубы, замена кусков из-под нефтепроводов приведет к тому, что запах в доме будет всегда. Чтобы избавить жителей от неприятного запаха воды, коммунальщики решили поднять температуру подаваемой воды. По их словам, жалоб теперь стало меньше. В остальных домах к среде неприятный запах должен пройти. Кроме того, в предприятии рассматривается проект по замене химводоочистки воды на котельной номер 2. Это будет замена четырех существующих насосов сырой воды, замена антикоррозинового покрытия фильтров водоподготовки и установка подогревателей сырой воды. Пока сроки реализации не ясны, но этот проект в любом случае будет реализовываться, что значительно улучшит качество подаваемой воды потребителям. Замена оборудования будет стоить чуть больше 172 миллионов тенге, пока проект находится на рассмотрении в Министерстве энергетики. Диара Ахмеченко, Мила Солкомбаева, РТН.